Всем салям, друзья! С вами Даник и это продолжение истории со скрепкой. Как вы помните, Денчик ее обменял в итоге на машину, но машину, так скажем, как... Просто внешне это, конечно, машина. Но что мы будем с ней делать, я не подозреваю. Потому что в прошлой серии были простые предметы, они были очень дешевые, их можно было смело всегда с кем-то обменять. Но здесь это уже полноценный автомобиль, ну, опять же, полноценный автомобиль, конечно, нельзя про него так сказать. Этот ролик продолжает быть сверхимпровизационный. То есть, да, мы там какие-то наметки с Гришей пытаемся придумать, но вот даже сейчас, приехав к Никитосу, чтобы забрать эту машину, у нас никаких идей пока нет. Во-первых, эта машина дизельная, и она зимой заводится довольно-таки плохо. Во-вторых, это не машина. Во-вторых, это все-таки... Давайте все-таки не называть это машиной. Просто железо на колесах. Все творится прямо на ваших глазах. Мы начинаем. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Мы начинаем. Умерла тачка. Какое же дерьмо. От нее воняет прям мусоркой. Чувак, вернись им дэк. Нас ждут приключения, ребят. Настоящее приключение. В какой-то момент может показаться, что она горит. Фух, мне становится страшно. Стоп, стоп, давай, как вы договаривались, здесь, здесь. Убегай! Мы можем просто без ничего остаться. Короче, я хочу поставить all in. Ставим! Ставим! Так, теперь коротко. Кайл поменял красную скрепку на ручку в форме рыбы. Ручку на странную дверную ручку. Дверную ручку на газовую плитку. Шар он обменял на роль в фильме одного режиссера, а роль в фильме на двухэтажный дом в Канаде. Гриша, кстати, шарит в тачках и говорит, что у нас нет варианта. Я бы, честно, ее вот здесь оставил. Да там нища нету! Это мертвичина! Господи, как будто, знаешь, реально умерла тачка. Ее просто решили оставить, бросить, потому что она всем мешает. Какое же дерьмо! А, так она открыта, что это? Заходи, кто хочешь. Думаешь, это она вообще? Да нет. По-любому вон тот мини-купер. Слушай, по количеству масла в багажнике, я хочу сказать, что мотору... Ебать, парктроники, ебать! Эшся! Шпаклевка? Не-не, не слышали. От нее воняет прям мусоркой. Вот прям отсюда. Возвращаемся в тимдек. Чувак, я бы вернул. Я бы реально вернул. Ну, Гриша, это же приключение. Слушай, давай так. Пош... Если тебе жизнь недорога, мы можем покататься. Но вернусь в тимдек. Я тебе серьезно говорю, такие машины лучше утилизировать. Их даже не перепродавать, покупать. Хорошее начало? Хорошее, хорошее. Знаешь, я люблю, когда в начале тупик сразу. То есть это классно. Так, приехал тот, кто нас решил на... Здорово. Доброе утро, чувак. Всегда мечтал в 10 утра приехать, заниматься вот этой вот замечательной машиной. А ты знаешь, у нас есть шанс ее завести. Здесь у меня тоже на месте стояло. Чувак, вернись в тимдек. А ты первый раз ее видишь, получается? Да она вообще пушка, ты что? Чувак, как мы поедем, там вообще колеса все... Мы на ней проехали тысячу, братан. Вам сколько? 10 ехал? Вот, ну подожди, Никитас, вот ты оказался на нашем месте. Вот мы отдались тимдек, не подумав. Как бы ты ее продавал? Делаю финт ушами, я подготовился. Открываю одну из досок объявлений. Смотри на них ценники. 70, 97, 115, 138, 140. Те, кто валят боком по снегу, заберут ее просто руками и ногами. То есть она еще и запретка. Она двухлитровая и заднеприводная. И не гнилая практически. Гриш, ты что думаешь по поводу тимдек? Нет, ну мы уже не можем. Мы уже не можем. Попробуем завести? Давай, дай. Колеса, кстати, надо подкачать еще. На, ты даже поможешь нам... Я все сделаю. Блин, ну, класса. Валим. Погоди, вот он реально показал цену? Ну я ему верю почему-то. Ну он просто другие ценники не показывал на эти машины. Гриш, вот давай не сдаваться в самом начале. Вот это твоя мотивация должна быть. Мотивацию надо поднять. Что бы ты ни говорил, ты оплетку видел на ролике? Я думаю, что, в принципе, это 90% всей суммы. 99. 99. Ладно, вот скажи, мы сейчас ее будем выставлять куда-то. Ты бы какую первую цену поставил? Наверное, 70-80. То есть, если мы ее продадим за 40, это мы прям лоханулись? Да. Ну я ее купил за 40, и это очень дешево. Мне ее отдали подписчики. Типа, только потому, что это я. И это было не в Москве, а в Шмиттерзаводске. Ну, короче, если там будут проблемы, обращайся, я помогусь продать. Реально. Я говорю, ты по 80. Никитос, я не буду дожидаться, мне нужна помощь. Вот это хорошее. Красиво. Не, ну давайте скажем большое спасибо Никитосу. В конце концов, ну, он реально приехал с самого утра, нам отдал тачку эту, хотя он ее сам хотел продать. И он продал бы ее дороже, чем стоит стимдек. То есть он реально обменялся со мной машиной, которую, как он верит, я надеюсь, не п***ю, можно продать действительно намного дороже, чем сам стимдек. Сейчас, когда она заведется, будет дыма столько, что не будет видно машину, ты не удивляйся, после долгого простоя дизеля так себя всегда ведут. Хорошо. Акум в подарок. Я помню, Денчик мне сказал, без аккумы не бери машину. Не, реально, такие ведра обычно без аккумы продают. Тут просто суть в том, что аккумы-то, типа, там, четверть стоимости, понимаешь? Вау! Да, это... Это чтобы масло оттуда не брызгало. Подожди, это вообще песня. Не, ну, кстати, вот я вообще не шарю, но так снаружи не прям п***ю. Оно зелое? Какая сигнализация? Мне больше всего нравится, что дворники убивают систему электричества. А мы не планируем ее выключить? Так лучше. Так, она, правда, на 2000, да, меньше стало? Если что, там провода подкинет и обратно заработает. Никит, скажи, пожалуйста, на ней лучше не кататься? Нет, на ней можно ехать сколько хочешь. Гриш, неси, я же несу. Думаю, что ты не за рулем. Ты не за рулем, да. Ну, хотя, мне кажется, на пассажирском туда страшнее будет, когда ты понимаешь, что не контролируешь ситуацию вообще. Дань, пойдем в футбол поиграем? Не, Гриш. Ребят, все вы помните, что в августе у меня была серьезная операция, после которой я долго восстанавливался, и мне еще какое-то время нельзя заниматься спортом. Но я продолжаю худеть и набираться сил. В этом мне помогает food.ru. В основном я пользуюсь подсчетом калорий. Это помогает мне держать себя в форме и скинуть лишний вес без активного спорта. Также в food.ru есть тысяча пошаговых рецептов с подробными инструкциями и фотографиями. У меня аллергия на яблоки, а здесь есть удобный поиск рецептов по ингредиентам. Благодаря конкулятору порции я всегда знаю точный рецепт блюда. Самое крутое, что ты сразу из приложения можешь купить продукты для своего рецепта. Бесплатные видео уроки от лучших шеф-поваров, собранных в кулинарной академии food.ru. Также есть список покупок. А еще вы можете делиться своими собственными рецептами. Берегите себя и свое здоровье. Скачивайте приложение food.ru по ссылке в описании. Вообще нормально на самом деле. Ну типа все хорошо. Вообще, слышь, месяц стояло. Ой, там чуть-чуть вот есть моменты. А сейчас пропердится, будет поменьше. Не, ну ребят, с другой стороны круто, что мы какую-то скрепку просто за рубль обменяли на аппарат, который ездит. 15 литров есть, кстати. 15 литров есть. Я, я бы даже сказать, позитив. Я вас не вижу! Нас ждут приключения, ребят. Настоящее приключение. Сейчас она, она пропердится, будет получше, честно. А она каждый раз дымиться будет при... Нет, это потому что она долго вообще стояла. Все, понял. И упала, все вот так. Путь влаги. Может, там просто надо... А, ну да, возможно. Да, да, ты прав. Вот, все. Хорош! В какой-то момент может показаться, что она горит. Но это не так. Там просто дырки в выхлопной трубе. Все, я понял. Почему мы не проверили уровень масла? А ты не хочешь его спросить об этом, а не меня, Гриш? Сделай вид, что ты разбираешь. Давай-ка масло проверим. Не, ну мало ли, мало ли оно там есть. Ты посмотри, сколько дыма в салоне. Это на ходу не чувствуется. У него есть на все ответ. Я понял, да. Просто в следующий раз знаете, что мой номер можете удалить, нахренеть не звонить сюда. Я заснял. Я там масло, вообще все нормально. Не, ну меньше дымит. Да-да-да. Да, Гриша, ну чуть-чуть позитива, Гриша. Чуть-чуть. Вообще не дымит. Слушай, кстати, Гриш, получается, что это моя первая тачка. Ну, она идеально соответствует первому автомобилю. Мне всегда дедушка говорил, первая машина должна быть дерьмом. Согласен. Все? Но не таким. Почему-то она не глушится. А, это потому что фары включены, поэтому она не глушится. Я не знаю, как это работает, но... О-о-о! Определенная зависимость есть от этого. Так, значит, тест-драйв показал. Тормоза есть. Не очень хорошие, но есть. Самый низ, дави педаль, там тормозит. На месте руль, когда поворачивает, поворачиваешь, немножко проворачивается рулевая машинка, там как это называется. Поэтому, когда едешь, поворачивает нормально. На месте она так... Ну, нормально. Просьба, пожалуйста, ребят, не надо меня чморить, что я плохую машину дал и так далее. Да нет, чуваки, ни в коем случае. Это как бы автомобиль, он стоит денег, как и другой-другой автомобиль. Причем он на ходу тормозит, ездит с документами, типа все нормально. Да, если что, за 40-50 тысяч нормальную машину не купить. Если кто-то не в курсе был этого, мало ли все думают, что там за полтос можно новый с салона взять, там хорошую гранту. Так, в целом нормальная тачка. Продать ее можно точно в плюс. Вот. А если продашь в минус, ты лох. Все, понял, понял. Ты понял, что это значит? Вызов принят. Ребят, обязательно подпишитесь на Никитоса, ну, потому что человек реально нам помог. Отдал, скажем так, в себе в убыток. Мог продать ее гораздо дороже. Спасибо, Никитоса. Пожалуйста. Слушай, в ней есть задаток для того, чтобы заработать. Реально есть. Он небольшой, но он есть. Пожелай нам удачи. Удачи вам пригодятся. Пожалуйста, не убейтесь на них, главное. Все, договори. Я буду вам махать вот так вслед стоять. Давай, счастливо. Папа дома. Охищение, что здесь все-таки спали бомжи, да? Да, по запаху. Такое ощущение, что он здесь, по сути. Да она не поворачивается. Слышим? Я не знаю, но это п***ц. Хух, мне становится страшно. Это п***ц как страшно. Я, ну смотри за то, как уверенно едем. Гриш, все хорошо. Согласен. Давай сохранять позитив. Все лучше и некуда. Не, чувак, ты прикинь, мы по сути едем с тобой на скрепке. Вон там наша малышка стоит. Очень стрессово мы доехали, но доехали, это уже успех. Мы сейчас ее зададим на мойку, а сами пока попробуем выставить фотографии. И везде, где только можем, может что-то и продадим. Мы подписчикам или через Авито? Я думаю, через Авито надо попробовать. А потом уже подписчикам наберем. Всем. Пожалуйста, простите. Это мы просто ролик на... В общем, вот ведро. Его просто сполоснуть и мусор изнутри вытащить. Ребята, тут какой-то грибник ездил на ней. Ребята, ее не узнать. Даже грибы ушли. Ну что, мы приехали в офис, чтобы хотя бы загрузить фоточки тачки на Авито и посмотреть, может быть у нас их кто-то купит. Хорошо, что здесь в офисе никого нет, мы особо никому не мешаем. Вот, и пойдемте, пойдемте в комнату. Это мы так для кадра зашли, глухоем. Тут тоже люди. Никому не мешаем. Не-не, знаешь, вот так, вот так зайдите. Ну, благо комната нормальная, здесь мы тоже никому не мешаем. Давайте выкладывать на Авито. О, Лиз, ты здесь и шаги здесь. Ребят, какие есть варианты вот тачку продать за 60к? Полное днище дерьмовое. На металл сдать, Никитов. Ну, Никитов с ее взяли. Это вы те локер, которые машины плохой кучей. Улитая? Не взял. Ну, перезвонит. Звонок не прошел. Приветствую, документы чистые и мотор родной стоит. Здравствуйте, чистые и мотора нет. И мотор родной. Да, родной же? Ты не знаешь? Без понятия. Ну, так чисто. Гриш, погоди, чистый визуальный, вот как ты помнишь? Ну, блядь. Скажи, не имею понятия. Честно сказать. Да. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, по поводу машинки актуальна еще? Да, актуальна. А подскажите, а по техничке, по документам она как вообще? По техничке... Ездит? Она ездит, да, все нормально, а по документам все чисто. Документы на руках. Документы ограничения регистрационных действий. А, да. Но она на учете. Она на учете? То есть она на учете, только на дроблете? Да, да, да. Так мы на ней передвигаемся каждый день. Вообще спокойно. Да, давайте сейчас скинем. Если все будет, то я вам наберу и подъеду туда. Супер, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Я вас умоляю. Я вообще, ребят, удивляюсь, как у того типа, который обменял в итоге скрепку на дом, вообще что-то получилось. У меня вообще все спязи, все блогеры, популярность, бабки, вообще все есть. У чувака не было ровным счетом ни хера. И он в итоге обменял на скрепку. Ой, на скрепку. Скрепку на скрепку. Дом на скрепку. Можешь обратно пойдем, да? Ну, у него на это понадобился целый год. У нас пока в общей сложности дней пять. И мы ужинаем на тачке. Не, я был счастливее, когда снимал маленькая, средняя, большая тарелка челлендж. Меня везде шлют. В группе. Дань, да не в тебе дело. В машине. А может во мне? Да нет, Дань, в машине. Ты видел ее? Hello. Что продаем? Фьеру. Фьеру продаем. Если вот на руках сейчас 42 тысячи, если прямо сейчас приезжаем, закрытыми глазами забираем. За 42 тысячи? Да, прямо закрытыми глазами прямо сейчас. Мы на машине, по-моему, ехать тут. Сейчас посмотрим, сколько. Сейчас, давайте я подумаю, в секунду. Да, конечно. То есть, если мы ее продадим за 40, это мы прямо лоханулись. Да. Ну, давайте, я согласен. Все, едем. Спасибо. Все, давайте. 7 вечера, 7 вечера. Мы с Гришей забрали машину в 11. Нелегким по счетам. Кристи, конкулятор открою. 8 часов. 8 часов. 8 часов мы пытаемся ее продать. Сейчас звонят ребята, говорят, без вопросов, типа, забирают ее. Объясните теперь, почему ее забирают без вопросов? Объясняю, потому что это молодые перекупы, которые увидели объявление и думают, что это бриллиантик, который они сейчас выцепят. Понимаешь? Ну, они сейчас приедут. Если вот они приходят, тебе дают деньги, и ты все, я ничего даже к тачке не придачу. Это вот нормальные пацаны. А если они сейчас начнут ломать, понимаешь, да? Они сейчас тебя по цене могут опускать просто. Они приедут, может торговаться сейчас начнут. Я им скажу, ребят, вы сказали, без вопросов, все. Перекупы, перекупы, это мало волнует, знаешь. Ну, я просто скажу, до свидания. Здорово, ребят. Здорово. Вы за машиной? Да. А, ну, пойдем. Дорог. Супер. Здорово. Знаем, смотрим. Супер, супер. Так, получается, без вопросов, да? Ну, посмотрим. Не-не-не, стоп, стоп, давай, как вы договаривались, здесь, здесь, стоп. Не, они сказали, если вы нормальные перекупы, делайте как нормальные. Не-не, мы подряд берем в зимнюю, мы не перекупы. Все с ней нормально, то есть без вопросов. Все как описание. Да. Ну что, смотрите, что хотите, делайте. Она открыта. Баркула. Ну вот, за руль только. Только за руль можно 40.000, да. Что? Это точно она, Гриша? Да, да. А, вот, вот сейчас будет. А, он зажиганит. Да, да. Все, вон. Ну, спин номер все сверим, не против? Проверим, там, на штраф. Да, без проверки. А, смысл на штраф? Погодите, пацаны. Без вопросов же. Ну, пока обсуждается. Что, пацаны, берете? У нас просто еще один чувак есть, который точно готов взять без вопросов. Берем, конечно. Берете? Да. А ты что, Крис, ушла оттуда? Он воняет. Такой туман тут. Да, что-то погода разорвала, экспортивая. Ты мне как сказал? Верни, как ты сказал всем. А да ты ведь только вначале. Мы стоим уже чисел. Ну, ладно, если закрытыми глазами, как обещали, мы же берем. Пацаны, пацаны, слово. Не, просто я не хотел бы, чтобы вы ее брали, потому что вы меня узнали. Знаете, такие... Крис, посчитай, пожалуйста. Все, удачи, пацаны. Аккуратнее, аккуратнее. Спасибо вам большое. Неужели мы потратили на это весь день, чтобы ее загнать? Чувак, ну, если вдуматься, ты со скрепки сделал 42 тысячи. Это пиздец. Что делать дальше? Теперь нужно купить что-то ликвидное, наверное, и что мы сможем перепродать. 42 тысячи. Давай подумаем. Что-то, что может в цене подняться. Золото? Доллар? Купить доллар? Ну, это долго ждать. Блин, у меня есть одна безумная идея. Насколько безумная? Она не совсем этичная. Так, уже интересно. Ребят, это ни в коем случае ни пропаганда, ни реклама. Но я слышал, Гриш, что есть такие заведения, в которые ты приходишь, и, допустим, ты захотел посмотреть... Представим вам футбол. И вы по интересу такие, типа, слушай, я сегодня за Реал Мадрид, а я сегодня за Барселону. Так что, давай, может, поспорим, кто выиграет? Он говорит мне, ну, давай, на сколько, на 100 ролей, и он на 100 ролей. И есть такие заведения, я к ним отношусь очень негативно, то есть я никогда это не пропагандирую, ничего, но я думаю поставить все. Чего? Хочу поставить все. Дань, подожди, вот секунду, вот ты помнишь, вот только что мы продали эту Сиеру. Ты же видел, сколько, вот сколько мы прошли ради этой Сиеры, и ты, ну, как бы в целом, подожди, ты хочешь сделать, это же просто ход, я не знаю, не то, что конем. Мы можем просто без ничего остаться. Я согласен, Гриша, я согласен, но и хочется это сделать. Ты что, серьезно? Да. Ну, давай не все хотя бы, Дань. А почему нет? Ну, как бы потому, что мы можем все про***ть. Ну, а можем в два раза больше выиграть. Ты что, ты пойдешь это делать? Да. Чувак, один раз живем, проиграем, начнем сначала. Ну, а выиграем? Дальше будем разбираться, давай от цели к цели идти. Ну, просто понимаешь, что это огромный риск, невероятно огромный риск. Блин, с одной стороны ты прав, с другой стороны мы так сократим время. Монетка? Давай. Решка. Ставим. Орел. Не ставим. Ставим. Ребят, сейчас позвони моему другу, мы с ним любим футбол, сейчас будем думать, на что вообще нам рисковать, на какой матч. Ну, здравствуйте, месье Давид. Месье Давид. Я камеру протру, а то я очень грязный. Слушай, я тебе быстро объясню суть. Крепку мой видел и шел? Видел, но слышим. Короче, я хочу поставить all-in. Наконец-то. Сегодня как раз лига чемпионов. Ты хочешь на сегодняшний матч поставить? Я хочу на сегодняшний матч поставить, причем всю сумму. Подожди, ты хочешь Ремену 40-2000 на один матч? 40. 40. Ничего себе. Вот на маленький шанс того, что вдруг ты проиграешь. У тебя есть план? Есть 2000. Отыграться в этот же день. Так, ну, играет сегодня Реал Мадрид твой с Брагой и играет сегодня Севиль и Арсенал. А ты не хочешь раскидать его чуть-чуть на Реал Мадрид и еще чуть-чуть на Арсенал? Блин, вот у меня почему-то внутреннее желание поставить все. Подожди, а если поставить, допустим, что забьют больше полутора? Какой корот? Обе забьют больше одного и пяти, 4 и 5. Это какой матч? Это Брага Реал Мадрид. Обе забьют. За весь матч они должны забить больше, ну, два гола, короче, должны. Минимум. Ну, тут 4 и 5, это прям что-то слишком много. Как будто да, что-то в Реал не верят. Но зато выиграешь 180 тысяч, да? Ну, можно закрывать канал вообще. Слушай, а может поставить на то, что победит Реал и в Севиле Арсенал, что обе забьют? Какой обе забьют на Арсенал в Севиле? Обе забьют 1 и 9, если, допустим, ты ставишь вот эти 40 тысяч, 76 получаешь. Вот, а если мы ставим КФ на то, что еще Реал сверху забьет? Так, итого получается общий коэффициент 2,77. Как будто хочется и правду поставить на что-то, что точно. 110,800. Сколько? 110,800. Я теряю, я уволюсь. Со своей работы, правильно? Да. Слушай, я увольняюсь. И он действительно уволился. Ребят, насколько плохо вообще ставить и во все это верить? И в однажды, на втором курсе, я пошел ставить, проиграл все деньги, которые у меня были на университете. И проиграл универ. И проиграл универ, да. У меня были деньги, которые я должен был платить за учебу. И я все проиграл. Так что, ребят, не делайте этого. Мы сейчас это делаем только ради ролика. Ну вы бежите сейчас за суммой. Давайте, пожалуйста, давайте. Вот если мы x2 даже сделаем, это уже хорошо. А может добавим еще? А хочешь с нами в футбол поехать, Смолен? А вот мы в Ливан? Да. Поехали. Красавчик. Ребят, давайте честно проиграем. Ну, вы надо мной поугараете, но мы начнем сначала. Выиграем, у нас будет действительно возможность купить что-то стоящее, уже начинать менять хорошие, дорогие предметы, а не как сегодня мы с этой тачкой мучим. Так что поддерживайте меня лайком. Давид, ставь. Но это очень плохо. Это очень плохо, ребят, не делайте этого, реально. Ну то есть... Мы делаем это для ролика. Только для того, чтобы вот заработать единожды. Я вам серьезно говорю, я никогда не ставлю. Я, видите, вам не показываю, где мы ставим, что мы делаем. Ну просто есть такая возможность. Короче, ребят, мы с Давидом встретились, пришли в бар, чтобы была атмосфера настоящая футбольная. Я, если честно, реально нервничаю. В конце концов, нечасто ставишь 40 тысяч рублей. Так что, ребят, удачи нам. Поставили на Севилью Арсенал, обе забьют. Это значит, что и Севилья, и Арсенал должны забить в этом матче. И тогда мы выиграли. И тогда мы выиграли только половину ставки. Вторая половина – это победа Реала в параллельном матче, который идет одновременно с этим. Лига чемпионов понеслась. Идет пока хороший, позитивный расклад. Реал уже забил. Ну что, ребят, пока идет матч, мы вам немножко покажем, что мы здесь кушаем. Потрясающе, потрясающе картошку с сырным соусом. Ты ее даже не пробовал еще. Я сейчас попробую, мне кажется, она потрясающе. Картошка топ. Реально топ. Стандартный бургер. Тем временем в этом матче заканчивается практически первый тайм, пока ни одна команда не забеет. Короче, ребят, перерыв. Мы на 70% близки к успеху. Реал ведет 1-0. Арсенал забил гол. Если так все останется, и Реал забьет еще, и Севилья забьет, моя жизнь удалась. То есть эта ставка железнобетонно сыграла. Ждем, что происходит с Реалом. Реал 2-й. Но это все плохо, ребят. Не занимайтесь этим. Это мы делаем только для роликов. Ребят, мы решили спуститься в зал, где чуть потише, потому что там матч не который нам нужен, а вот здесь матч, который меня напрягает. Потому что осталось буквально 10 минут. Прага давит. Реала прям вот что-то подстает. Вот я вангую, Реал сейчас забьет. Вангую. Вот если я ванга, ставь лайк. Да ты гонишь. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Да ладно! Красавчик! Ванга! Да Ванга! Пацаны, сыграла. Сыграла, б***ь. Чуваки, у нас 110 тысяч! Ребят, я вам еще раз скажу. Ставки это плохо, я не пропагандирую это. Это действительно не очень хорошая идея, если вы вдруг хотите поднять какие-то деньги. Я это сделал исключительно ради ролика. Но как оказалось, не зря, но я мог и проиграть. Но кто здесь ванга? Кто здесь ванга? Ванга именно давит. Гол не засчитали! Что? Я не ванга! Я не ванга! Нет, ну ты же не сказал, что гол забьют. Настоящий. По закону жанра мы... Не вангуй! Я завязываю его со ставками с этого дня. Будут самые нервные три минуты в моей жизни. Есть. Три минуты нас отделяет от 110 тысяч. Хороший! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Одна минута, ребят. Одна минута. Свести. Свести! Ставка прошла, но ставки это плохо. Ставки это плохо, ребят. Ой, как плохо. Сколько эмоций было за сегодня? Ужас, ужас. Ребят, еще раз повторюсь. Ставки это плохо. Я не пропагандирую это. Никогда этим не занимайтесь. Мы это делаем только исключительно ради ролика. Виска Эль Барса, виска Эль Каталония. Ну а сейчас вы узнаете, что мы сделаем с этими 110 тысячами. А вы их сначала заберите у меня, для начала. Деньги-то здесь, ребят. Вот, ребят, доказательства вам того, что мы вас не обманули. Мы действительно эту ставку сделаем. Ну что, друзья, я очень долго думал, что же делать с этими 110 тысячами. И у меня пришла безумная идея, как, собственно говоря, и предыдущая. Увеличить свой доход до следующей серии, вложиться в одну очень популярную крипту. Потому что она сейчас растет, и ролик я собираюсь снимать через ближайшие 2-3 недели. Так что, как мне кажется, это хороший вариант. Но много я там не потеряю. А может, даже приобрету. Так что, друзья, это был, правда, тяжелый очень ролик для меня. Потому что эта машина, с которой мы пытались бороться, продать, забрала очень много сил. Как вы видите, после того, как закончились обычные предметы, этот ролик стал гораздо сложнее. Мы будем лучше подготавливаться. И, надеюсь, третья серия будет построена на том, что у нас много предметов будут ходить в оборот. Так что, друзья, спасибо, что смотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам очень нравится этот формат. И, естественно, пишите комментарии, что бы вы делали на моем месте. Всем пока.